МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Годные феномены. Летающие тарелки в глубинах океана. Я видела, как они взмывают воздух из воды. Аномальное излучение. Крик Земли или удар по кораблям. Все приборы, компас и другое оборудование сошли с ума. Таинственные звуки. Что скрывает бездна? Это был крик о помощи, это были вопли несчастных. Охота на моряков. Как размножаются русалки? Нижняя часть тела не покрыта чешуей и на самом деле не является рыбьим хвостом. Доисторические монстры. Миллион лет одиночества. Смеевидное тело очень быстро передвигалось к воде. Неожиданные находки археолога. Атлантида в Черном море. Для античного города это огромные размеры. Сенсационное видео. Сняли американские туристы под израильским городом Кириат-Ям. На камнях отдыхало странное существо, похожее на русалку. А эти зловещие кадры сделаны из батискафа у берегов Гренландии. Ученые были атакованы жутким созданием, похожим на человека. Это произошло после того, как они закончили исследование с помощью сонара. Приборов, которые считаются опасными для подводных млекопитающих. Неужели ультразвук оказался невыносим и для этих тварей? Или они откликнулись на него? Но кто же это такие? Сумрачных созданий называют сирены, наяды и ундины. Разные народы мира описывают их почти одинаково. Получеловек, полурыба с бледной кожей. Они наделены мистической властью над людьми. Их пение сводит с ума. Это материальные плотные тела, наподобие нашего, возможно, млекопитающей. Потому что женщины описывают всегда с грудью. Всегда описывают с волосами, с глазами, с ртом, с носом и так далее. Только нижняя часть туловища описывается как рыбий хвост. Не говорит, что у них есть ноги. Что скрывается за этими рассказами? Оптические иллюзии или неизвестная форма жизни? Русалки водятся и в пресных морях. В погоне за чудовищем мы отправляемся в Азербайджан, на побережье Каспийского моря. В последнее время именно здесь их воочию наблюдали несколько раз. Иранцы называют это существо Рунанша или Повелитель Вод. А азербайджанцы Супери, то есть водная красавица. В Баку мы встречаемся с краеведом Актаем Розаевым. По его данным, чаще всего морскую деву видят в пограничных с Ираном районах Каспия, Ленкаранском и Астаринском. Именно здесь мы и начинаем поиски очевидца. По рассказам, Каспийская русалка миниатюрна и не превышает в длину полутора метра. Глаза большие, а руки с перепонками. Рыбаки в этих селениях говорят, что она жила в море всегда. Вот я живу, 80 лет я здесь живу. Мои отцы и деды, прадеды, жили здесь, можно сказать, в конце 17-го столетия. Они жили здесь. Но просачиваются слухи, что, мол, вот мы там видели, то-то мертвую видели. Причем наблюдали как женскую, так и мужскую косы. Благадочного ихтиандра встретила этим летом целая семья туристов, незнакомая с местными легендами. Когда он приблизился на расстоянии 20-30 метров и уже появились у него конечности, они увидели темного, темно-бурого цвета, блестящего, человекоподобное существо. Лицо не могли разглядеть, так как были страшно испуганы. Похватали свои пляжные костюмы и убежали, значит, в сторону. Хикмет Алекперов рыбачит здесь с самого детства. Лично ему русалка пока не попадалась. Зато его знакомые в прошлом году вытащили страшный улов. В соседнем нефтечилинском районе это было водяная красавица попалась в сети. Когда их вытянули, она уже была не живая, понимаете? Судя по всему, русалка погибла за пару дней до того, как рыбаки вытащили сети. Морская дева в них попросту запуталась. В длину она была примерно метр двадцать. А еще ребята с нефтечилинского района, которые сами ее видели, говорили, что наполовину это был человек. Сверху это женщина, а снизу у нее был рыбий хвост. Куда делось тело русалки, рыбак не знает. Но вряд ли попало к ученым. Но вот, похоже, нам повезло, и мы нашли человека, который видел Рунаншаха своими глазами. Бе-Кага Бюдалов отчетливо помнит, как однажды его отец принес домой невиданное существо. Когда мне было примерно 14-15 лет, мой отец в одной из рыбалок выловил в море необычное существо. Примерно по пояс у него был рыбий хвост, а все остальное было как у человека. Это было существо женского пола с небольшой грудью. Волосы были очень длинные и темные. Русалку поместили в ванну с морской водой во дворе дома. Там она пробыла три дня. Все это время вокруг нее толпился народ со всего поселка. Местные мальчишки во главе с Бе-Кага дни напролет торчали возле этой ванны. Правда, прикоснуться к морской красавице никто из них так и не рискнул. У нее примерно вот такие руки были, сантиметров 60-70, с очень длинными ногтями. Поэтому мы, тогда еще дети, боялись до нее дотронуться. Нам казалось, что она может нас сильно расцарапать своими ногтями. Пугана, потому что люди постоянно на нее глазели. Со дна она вот так за нами наблюдала. То есть это существо боялось или стеснялось над водой перед людьми показываться. Бе-Кага Бедалов говорит, что тогда, в конце 60-а, в районе их поселка русалки часто попадались рыбакам на глаза. Его отец, дед и их товарищи рассказывали, что водные красавицы любили отдыхать в солнечную погоду на камнях, выступающих из воды. Эти русалки из моря на камни вылезали, даже не по одной, две, а целой стаи, от пяти до восьми, и грелись на солнышке. Теперь этих существ тут не встретишь. Уровень моря немного поднялся, и камни затопило. Супери считались мирными существами, и в деревне их не боялись. Но если сети были разорваны, рыбаки были уверены, что это работа подводных шалуней. Кстати, на порванные сети рыбаки жалуются и сейчас. Значит ли это, что русалки на Каспии по сей день существуют, только больше не показываются людям? Но кем же на самом деле являются эти создания? По мнению белорусского криптозоолога Михаила Голденкова, русалки являются одной из самых древних цивилизаций на Земле. Они всегда жили параллельно с нами. Скорее всего, люди и дальше считали бы их вымышленными персонажами. Однако плохая экология заставила их активизироваться. Видимо, они люди все-таки разумные, и по каким-то причинам могут приплыть туда, могут приплыть туда. Где-то они специально красуются перед человеком. Вот часто видят русалку, сидящую на берегу, расчесывающую волосы. Так ее фиксировали в древности часто, и современные жители тоже так часто описывают, что сидела женщина, расчесывала волосы, потом прыг и уплыла. Ну, видимо, может быть, они вот так вот завлекают, не знаю, там, парней наших. Смотрите далее. Что стало с Каспийской русалкой? Это существо поместило в специальный чат и погрузили в вертолет. Почему сирены любят моряков? Он посмотрел вдаль за риф и сказал мне, вот, приближаются, смотри. Титулованный фридайвер, многократная чемпионка мира Юлия Петрик, больше нас знает о глубине и ее обитателя. Она рассказывает невероятный случай, который произошел с ней на Канарских островах. На Канарских островах я первый раз ныряла в пещерах, в таких больших гротах, где очень красиво льется свет, и вот ты ныряешь куда-то в темноту, а потом выныриваешь к свету. Это все очень красиво. И вот когда я нырнула первый раз, оказалась там в закрытом пространстве, в темноте, и потом начала выныривать, увидела там где-то далеко свет, и вот я увидела четко совершенно вот эту скала и очертание между двумя скалами, очертание русалки. Я так долго на нее смотрела, ну вот абсолютно реально. Когда я вынырнула, у меня, наверное, совершенно были сумасшедшие глаза, потому что все подплыли ко мне, что там, что было. Я тут же подышала, нырнула снова, но я больше ее не видела. И как Абидалов вспоминает, что вся верхняя половина русалки была как у обычной девушки. Никаких особых отличий он не заметил. Пальцев на руках было пять, а лицо морской девы было очень красивое. Эта история закончилась предсказуемо. О существе доложили куда надо. На собрании рыбаков решили, что нужно сообщить об этом улове местным властям. После этого сюда прибыла бригада на вертолете, то ли из нашего института зоологии, то ли даже из Москвы. Не знаю даже, я тогда маленький был, не понимал ничего в этом. Красный вертолет был, помню. И вот это существо поместили в специальный чан и погрузили вертолет. Тогда тут еще невозможно было на машине проехать. Дороги плохие были по осени. Но что скажут на этот счет ученые? Антрополог Вирджинского университета США доктор Рой Вагнер считает, что русалки это еще одна пока малоизученная ветвь человечества. Водными гоминидами, как Вагнер предпочитает называть русалок, он заинтересовался в конце 70-х годов во время своих исследований в Папуа-Новой Гвинеи. Именно там, в провинции Новой Ирландии, ученый впервые столкнулся с историями о водных людях. У народов Новой Ирландии, которая представляет собой длинный и узкий остров в северной части Папуа-Новой Гвинеи, выходящий на Тихий океан, есть множество мифов и легенд о водяных гоминидах. И, конечно, я общался со множеством свидетелей, видевших их своими глазами. Мифы и легенды об этих водных людях существовали здесь на протяжении тысячелетий. У каждого племени и народа, населяющего Новую Ирландию, есть свои названия для этих существ. Племя Барок, изучением которого я непосредственно занимался, называют их Рии или Арии. В другом племени, которое называется Сусуруна и обитает в бухте Елизаветы, мы также обнаружили множество историй об этих существах. Это племя называет их на своем языке словом Инкай. В 1979 году один из жителей деревеньки Ромат отвел ученого к океану и пытался показать ему Рия. Мужчина сказал, что обычно они проплывают именно здесь в это время вечером и всегда поднимаются над водой, показывая свои руки, как бы давая понять, что они тоже люди. Он посмотрел вдаль за риф и сказал мне, вот, приближается, смотри. Я посмотрел и увидел волну, под которой действительно угадывались какие-то существа. Мне стало очень интересно. Я стал внимательно смотреть вдаль, но я не увидел четко самих существ. Я видел лишь, как они разрезают водную гладь. В тот момент, когда они должны были вынырнуть из воды и показать свои руки, прямо перед ними вынырнула рыба-пила и распугала их. Они устремились назад в море. Зрелище потрясло ученого и поколебало его мнение об эволюции. С этого момента Рой Вагнер стал собирать сведения об этих существах. Оказалось, что легенда о них есть у каждого народа, который имеет выход к морю, океану или реке. Но особенно много подобных легенд в Африке и Арктике. Один мой друг, работавший в Африканской Гвинеи, рассказывал мне, что ему рыбаки говорили, что они регулярно едят подобных морских существ. Порой мне об этом рассказывали и когда я работал в Новой Ирландии. По мнению доктора Вагнера, водные гоминиды столь же разумны, как и люди. Поэтому не сильно стремятся к общению с нами. Они понимают, что может начаться охота и травля. Так что обнаруживают себя по чистой случайности или по какой-то веской одной им понятной причине. Есть и другие сообщения, достоверность которых я поставил бы под вопрос. Но это довольно интересные свидетельства о юношах, вступавших с этими существами в любовную связь. Это очень похоже на традиционное представление о морских существах, таких как сирены, о которых мы знаем из древнегреческой мифологии, и мифов других народов того времени. Но как это возможно? Вступить в любовную связь с русалкой? Рой Вагнер утверждает, что разгадал этот секрет. По мнению антрополога, хвост русалки вовсе не хвост. Эти водные существа, как и другие приматы, вероятно имеют нижние конечности и то, что между ними. Всё это покрыто некой органической оболочкой, а ступни переродились в подобие ласт. Анатомически у этих существ есть кости нижних конечностей, но они заключены в мембранную спинную оболочку, что в конечном итоге внешне очень напоминает рыбий хвост, потому что стопы образуют нечто вроде хвостового плавника, похожего на ласт. Однако нижняя часть тела не покрыта чешуёй и на самом деле не является рыбьим хвостом. Это однозначно млекопитающее по своему строению. Эта версия отвечает и на вопрос о пищеварительной системе водных гоминидов. Стоит отметить, что об эротической охоте сирен на мужчин упоминали довольно уважаемые географы и путешественники. Вот что писал известный мореплаватель Генри Гудзон, находясь неподалёку от Новой Земли. «Сегодня утром один из моей команды, выглянув за борт, заметил русалку. Тогда он стал звать из стальных и пришёл ещё один. Русалка, между тем, подплыла к кораблю совсем близко и внимательно разглядывала их. От пупка и выше её спина и грудь были как у женщины. У неё была очень белая кожа, длинные чёрные волосы свисали назад. Нижняя часть её тела завершалась хвостом, как у морской свиньи или дельфина, но блестящим, как у макреля. Имена матросов, которые её видели, Томас Хиллс и Роберт Райнов. 15 июня 1608 года. Есть и другие авторитетные свидетельства о русалках от реальных исторических персон. Один раз купался в озере Тургенев в молодые годы, и на него напала какая-то очень страшная женщина. То есть он её описывал как с огромными грузями, как мимехи, такая вся страшная. Она очень быстро плыла, там что-то визжала, смеялась, трогала его рукой. Он в панике выскочил на берег, она бежала за ним тоже. И потом какой-то мальчишка-пастушенок прибежал, он стал её кнутом бить, и она убежала. И о этой истории Тургенев Мопассану рассказал, и Мопассан об этом описал. Сам Тургенев это не описывал. Но Тургенев это верит. Смотрите далее. Мальтийский архипелад. Родина Ихтиандра. Этот остров был создан как остров русалок. Человек произошёл не от обезьяны. Непосредственным предком было какое-то морское млекопитающее. Исследователь древних цивилизаций, доктор медицинских наук Эрнст Молдашев организовал 18 научных экспедиций, в том числе на Мальту и в Монголию. В ходе своих поездок он пришёл к сенсационным выводам о том, что на Земле существовали рыболюди. Я думаю, были рыболюди. Вы знаете, я бы в это не поверил. Это я считал бы как бы немножко за бред. Но если бы в Монголии... У меня была монгольская экспедиция, сейчас скоро будет вторая монгольская экспедиция по следам Чингисхана. Так вот, я могу сказать, что монголы, ну, все мы знаем, что они не едят рыбу, но самое главное для них выражение – рыба-мать. От рыбы произошли мы, наземные люди. Вот поверье. Ни один монгол не будет с тобой спорить, но ни один монгол настоящий не будет есть рыбу. С тем же самым поверьем учёный столкнулся и во время экспедиции на Средиземноморье. До 17 века на этом острове также не ели рыбу. После экспедиции на Мальту Молдашев для себя окрестил этот остров русалом чьим. Военные на флоте видят НЛО и сообщают об этом в докладах. Они видят объекты, вылетающие из океана или влетающие в воду. Есть подтверждения эхолокаторов, которые фиксировали неизвестные объекты. Так что есть свидетельства и подтверждения. Точно ответить на вопрос, что за светящиеся объекты по ряду берегов Японии, учёные не могут. Но они считают, что, скорее всего, это какие-то пока не изученные причуды природы. Сторонники теории существования глубоководной расы уверены. Таинственные феномены на море – это не причуды природы, а сложные технические устройства для слежения за надводным пространством. Их выводят на поверхность высокоразвитые жители океанских глубин, чтобы наблюдать за людьми. По уровню развития эти существа в несколько раз превосходят человечество. Поэтому на протяжении многих столетий им удаётся оставаться незамеченными. На просторах океанов и особенно в глубине – огромные неисследованные пространства. Многие верят, что это инопланетяне. И есть даже теории, что под водой существуют базы пришельцев. Престон Деннет уверен, что ещё одна такая база представителей иного разума расположена у калифорнийского побережья в районе Пойнт-Мугу. И американские военные, по мнению исследователя, об этом знают. Там активность подводных объектов невероятно высока. Некоторые считают, что это связано с испытаниями военных. Однако Престон Деннет уверен, что это не так. Проблема в том, что некоторые из этих неопознанных объектов летают непосредственно над жилыми кварталами, над людьми, пугая их, сея панику. Это не похоже на типичные действия армии, особенно в случае испытания секретных летательных аппаратов. У меня есть фото одного из таких объектов, зависшего прямо над лодкой. Были случаи, когда люди видели сразу несколько подобных неопознанных объектов. От десятка до сотни. Исследователю известны случаи похищения людей пришельцами в Пойнт-Мугу. По словам Деннета, обычно в своих рассказах пострадавшие описывают куполообразные комнаты внутри инопланетного корабля. Но в случаях похищений в Пойнт-Мугу все иначе. Тут похищенные попадали, по их словам, не на инопланетный корабль, а в некую подземную зону. Я могу только предполагать, что эта база может находиться под водой в океане. Типичный пример такого похищения произошел на острове Санта-Каталина. Мужчина со своим другом был похищен инопланетянами. Они ничего не помнили, но через много лет под гипнозом один из них вспомнил, что их забрали с лодки, в которой они плыли, и когда он очнулся, то понял, что находится на некой подземной базе. Она была очень большой, стены были каменными. Спутниковые карты морей, доступные в интернете, позволяют разглядеть на дне куполообразные структуры. Что это такое, совершенно не ясно. Так возникло предположение, что это некая площадка для парковки двух-трех сотен НЛО. Тем более, что в районе таких структур обычно фиксируется невероятная активность неопознанных объектов. Я видела множество НЛО в воде. Я видела их в Монтана-де-Ора, рядом с Моро-Бей. Монтана-де-Ора – это небольшая бухта, такой небольшой залив. Там я видела, как они взмывают воздух из воды. Мне кажется, у них там какой-то выход, некая взлетная полоса. Эта иная цивилизация делит с нами планету на протяжении тысячелетий. Однако в последние годы их активность необычайно высока. Таких прецедентов в истории еще не было. Резкий всплеск активности, как считает исследователь, связан с опасной деятельностью человека. Он делает этот вывод на основании свидетельских показаний. В большинстве случаев, когда человека забирают на инопланетный корабль, его тщательно обследуют и исследуют. Но помимо этого, многие рассказывают, что инопланетяне предупреждают их об опасности распространения ядерного оружия, загрязнения и перенаселения планеты и так далее. Снова и снова инопланетяне показывают людям взрывающиеся ядерные бомбы, цунами, к которым это может привести. Они очень озабочены состоянием нашей окружающей среды и очень ясно дают нам это понять. По мнению канадского исследователя Антонио Хунеуса, пришельцы пребывают на Землю с определенными целями. И, конечно, им нужна база. Идеальным местом для постоянной дислокации является именно океан. Сегодня известно довольно много вызывающих доверие свидетелей, которые не стесняются рассказывать о фактах наблюдения НЛО. Так бывший верховный главнокомандующий Чивийским флотом адмирал Мартинес Буш рассказывал об одном таком случае. Буш видел некий объект, который появился из океана и затем ушел обратно под воду. Этот объект был замечен на радаре. И затем адмирал, а в те времена он был, наверное, лейтенантом, говорит о том, что капитан и его команда посмотрели друг на друга и стали решать, что им делать. И кто-то сказал, что лучше о произошедшем особо не распространяться. К счастью, теперь ситуация изменилась, и общественность все больше интересуется этим феноменом. Даже пилоты самолетов, генералы и полковники говорят о подобных случаях более открыто. Смотрите далее. Голоса бездны. Просьба о помощи. Или ловушка. Мы столкнулись с этой проблемой уже в 60-е годы. Что же можно услышать в глубине? Некую музыку, некие звуки, которых он не слышит на поверхности. Очевидцы отмечают, что неопознанные подводные объекты разнообразны по своим размерам и формам. Они не идут ни в какое сравнение с техникой, созданной человеком. Так сегодня самые быстрые подводные лодки не могут превышать скорость в 100 км в час. Возможно, существуют секретные технологии. Но даже сами военные признают, что есть вещи, которые сегодня нам не подвластны. Был случай с японским кораблем. Члены экипажа увидели, как с неба в их сторону движется огненный шар. По крайней мере, им показалось, что это огненный шар. Он приблизился к ним и упал в воду. Затем он вновь взлетел из воды в небо. При этом он по-прежнему горел и светился. Это то, что мы пока не умеем делать. Мы не можем заставить ракету уйти под воду, а затем вновь взлететь в воздух. Очевидно, что у этих объектов есть возможности, которые недостижимы для наших технологий. Наши средства передвижения используют ископаемое топливо. Корабли приходят в движение за счет нефти и бензина. НЛО используют другие технологии. По данным исследователей, для передвижения пришельцам, возможно, нужна вода. Мне известно несколько случаев, когда люди видели, как НЛО высасывали воду. Конечно, очень интересно узнать, для чего она им нужна. Зарегистрировано множество случаев, когда НЛО видят парящими над небольшими источниками воды. Таким образом, можно сделать вывод, что НЛО каким-то образом использует воду, что она, скорее всего, необходима им для передвижения. Это выглядит не такой уж фантастикой. Двигатели на воде или водороде давно уже изобретены и нами. Пока не обладают малой мощностью и невысоким КПД. Но ряд ученых и изобретателей считают этот вид энергии весьма перспективным. Почему именно вода? Видимо, в воде есть некая энергия, такая, которую мы пока еще не знаем, как ее извлекать. И может быть, этой энергии гораздо больше, чем в том же воздухе. Впрочем, это не единственный секрет передвижения подводных НЛО. Эксперты считают, что помимо воды, для движения пришельцы используют силовое поле, которое позволяет им проделывать под водой немыслимые трюки. Объекты способны двигаться на скорости более тысячи километров в час. Многие видели, как диски или тарелки вылетали из-под воды с невероятным устарением и устремлялись ввысь. При этом есть данные, что НЛО могут двигаться очень медленно и при этом бесшумно. У этих ребят есть корабли, которые способны зависать неподвижно в воздухе, затем уйти на дно моря, потом взлететь снова в небо. Люди рассказывали, что они видели, как НЛО несколько раз подряд опускалась в водоем, а затем взлетала. Многие видели, что НЛО в небе двигался в паре синхронно с НЛО под водой. Таким образом, на обоих краях спектра, с какой стороны, мы не посмотрим. Их технологии сильно превосходят наши. Это наши супланетники. Просто, ну, назовите их пришельцы. Просто вот в наш мир пришельцы. Вполне возможно, что они путешествуют. Кто-то говорит путешествие во времени, кто-то говорит, что это путешествие из параллельного мира в наш мир. Кто-то говорит еще о подводном или подземном царстве. И такое-такое может быть. Просто это надо изучать. Неизвестная нам подводная цивилизация? Ну, а разве может быть, что на планете тысячи лет параллельно существуют две расы? Как и зачем они живут там, на глубине, если при их техническом превосходстве могли бы занять любой участок суши? Капитан первого ранга Владимир Шигин изучает другую загадку океана – квакеров. Под этим словом подводники обычно подразумевают характерные странные звуки и объекты, их издающие. До сих пор нет единого мнения о том, что это такое. Но все исследователи странного явления уверены, что квакеры – это реальные объекты, и у них есть конкретная цель. Мы столкнулись с этой проблемой уже в 60-е годы, когда вошли в строй у нас такие подводные лодки 613-го, что-то 11-го проектов, дизельные лодки, но с достаточно уже относительно совершенными гидрогустическими станциями. И когда лодки и наш флот вышел из закрытых морей, из Балтики, из Черного моря, вышел в океан, столкнулись с проблемой квакеров там. С появлением более совершенного гидроакустического оборудования оказалось, что океан далеко не такой безмолвный, как считалось. Там можно услышать, как разговаривает подводный мир. Просто человек ныряет, и он слышит совершенно, ну, слышит некую музыку, некие звуки, которых он не слышит на поверхности. Представляете себе, как поют русалки, да? Своей длинной протяжной песней заманивают моряков. Ну, просто я не знаю, как вот сказать, что это звуки каких-то существ, которых не существует на земле, но они существуют там, наверное. Звуки издают кальмары, крабы, киты, дельфины. Любое животное имеет голос и пытается общаться. Капитану первого ранга Николаю Черкашину часто во время службы на АПЛ приходилось засыпать под эти шумы. Моя каюта на лодке, она находилась рядом с рубкой гидроакустиков. Отделялась она просто такой символической фанеркой. И когда акустики уставали слушать шумы океана, они вот снимали наушники и включали динамики внешние, как бы громкую связь. Вот и засыпал, и просыпал под эти голоса океана, слушался, пытался в них как-то разобраться. По словам Николая Черкашина, основной задачей было вычислить шумы вражеских подводных лодок. И уже попутно приходилось разбираться, кому принадлежат остальные звуки. Оказалось, голоса океана бывают таинственными и зловещими, агрессивными и скорбными. Иногда это бывают очень трагические звуки. Вот я слышал, когда кричала стая кальмаров, на которую напали голубые акулы. Они их пожирали, это был крик о помощи, это были вопли несчастных этих кальмаров. Но это всё слышится только в водной среде, на поверхности этого не слышно. Иногда бывают очень тонкие звуки. Вот, например, морские попугаи, они иногда отламывают кораллы. Вот кораллы с таким тоненьким мелодичным звуком. Смотрите далее. Квакеры. Беспилотные зонды Атланта. Источник звука начинал перемещаться вокруг подводной лодки. Обитатели бездны готовят вторжение на сушу. Возможно, это какие-то инопланетные существа, у которых есть свои базы на дне океана. Кидрокустики обратили внимание на странные повторяющиеся ритмичные звуки. Больше всего они напоминали квакеры, за что и были названы квакеры. При этом они не имели ничего общего с голосами известных водных животных. Вычислить, какое существо издаёт такие звуки, оказалось непросто. К работе были привлечены их теологи, морские биологи и другие специалисты. Но самое удивительное, что эти звуки были осознанными. Словно существа их издававшие были разумными и пытались выйти на контакт. Вот этот источник звука начинал перемещаться вокруг подводной лодки. Если лодка меняла курс куда-то там, допустим, разворачиваясь куда-то в сторону, он тоже менял курс, начинал её преследовать. Иногда возникало впечатление, что он чуть-чуть имитирует выход в атаку. Это, конечно, очень нервировало командиров корабли. Сначала подводники пришли к выводу, что это происки американцев. В начале Холодной войны те развернули систему СОСУС – гидроакустическую противолодочную аппаратуру. На подводных возвышенностях в центральной части Атлантики и в Тихом океане были установлены гидрофоны. Однако позднее оказалось, что корабли ВМФ США сами столкнулись с проблемой квакеров, считая их происками русских. Ещё раньше, в военные годы, американцы грешили на немцев. С квакерами впервые столкнулись американцы во время битвы за Атлантику. Это 1942-1943 год. Гидроакустическая аппаратура у них была достаточно совершенная по тем временам. И они были очень испуганы, думая, что это немцы применяют новую аппаратуру какую-то, значит, изобретённую. Но когда, как сказать, по данным разведки узнали, что это не так, то, значит, были обрадованы и отложили эти исследования на послевоенное время. Техногенная версия оказалась несостоятельной ещё по одной причине. Выяснилось, что квакеры слышат не везде, а лишь в определённых районах. Как только подлодка покидала эту территорию, звуки исчезали. Так что же это такое, пограничный радар? По словам Николая Черкашина, военные не исключали любых версий. Заговорили об инопланетянах, что, может быть, возможно, это какие-то инопланетные существа, у которых есть свои базы на дне океана, для которых морская среда, водная среда более привычная, чем воздушная. И вот они там прекрасно себя ощущают и пытаются изучать наши корабли, наши подводные лодки. И в конце 60-х годов, при главном разведывательном управлении, была создана группа специалистов, которые пытались анализировать все эти явления. Командиры практически всех советских подводных лодок докладывали в главный штаб ВМФ о встречах с квакерами. Часто подводникам удавалось зафиксировать эти сигналы при помощи эхолокаторов и даже записать их на аудиоплёнку. Эти записи моряки отправляли в территориальное управление разведки главного штаба ВМФ СССР. Там их изучал вот этот человек. Это Виктор Бережной. Именно он собирал информацию о неопознанных подводных объектах, изучал её, а затем передавал данные в НИИ, океанографии и Государственный акустический институт. Запросили мы, скажем, тот же Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в Москве. Отослали им записи квакеров, но не указали, что это такое. Попросили проанализировать эти самые излучения. И к нам пришёл ответ, что к биологическим видам эти излучения никакого отношения не имеют. Оригиналы этих аудиозаписей до сих пор хранятся в архивах под грифом «Совершенно секретно». Виктор Бережной утверждает, за попытку сделать копии ему грозил трибунал. Поэтому в его личном архиве сохранились только расшифровки уникальных записей. Диаграммы, изображённые на этих бумагах, и есть те самые расшифровки сигналов квакеров. Сейчас вы видите эту уникальную запись. Сделана она 19 октября 1980 года. В 16.50 начало записи. Вот на этой ленте показаны записанные излучения квакера. То есть вы видите, каждый вот этот всплеск – это единичный импульс, который, как я уже говорил, имеет длительность около 5 десятых миллисекунды. Если переложить эту диаграмму на плёнку, то получится вот такой сигнал. Именно такие радиошумы слышали подводники, встречая в океане неопознанные подводные объекты. Квакеры – это широкополосный сигнал. Он получается, если ударить молотком по деревяшке, особенно если она пустая внутри, то получается такой звук. Если учесть мощности и продолжительность излучения этих звуков, то они ни в какое сравнение не идут со звуками, издаваемыми живыми организмами. После тщательных исследований гидроакустики НИИ океанографии прислали в Управление разведки Северного флота официальное заключение. Оно до сих пор хранится в личном архиве Виктора Бережнова. Результаты комплексного анализа не позволяют однозначно предполагать, что выявленные сигналы являются биологическими или искусственными. Видите, какая хитрая формулировка запутанная. Многочисленные данные, которые поступали по квакерам от подводников вплоть до конца 80-х годов, изучали разные эксперты. Согласно одной из их гипотез, квакеры – результат деятельности именно подводных НЛО. И с помощью таких звуков они охраняют свои подводные базы. Я хочу сказать, что эти квакеры – это технически организуемые защитные пространства, которые организуют вот эти резиденты, эти НЛО с помощью иного разума для того, чтобы изгнать, выдавить из этого места, так сказать так, вот тех, кто интересуется им. Вот что такое квакеры. Но всё же большинство серьёзных исследователей считают, что источником странных звуков является биологический объект. Оставалось только выяснить, что же он собой представляет. Дело в том, что ни один из известных учёным-обитателей океана не мог издавать такие звуки. Голоса тех же китов и косаток, они совершенно ничего общего с кваканием не имеют. Но это ничего не значит, что... Ну, может быть, есть какие-то ещё неизвестные биологам животные. Но что это могли быть за существа? Учёные предположили, что либо гигантские кальмары, либо вообще-то исторические реликтовые животные, которые сегодня не изучены. Однако о них довольно много устных свидетельств. Предположили, что это могут быть зиглодоны, вот такие тоже древние, почти что ископаемые, да, змееобразные существа. Смотрите далее. Как гигантские акулы-убийцы дожили до наших дней. Автомобиль Жигули спокойно туда как бы въезжал. То есть она его могла проглотить абсолютно элементарно. Откуда в канадских водах доисторический монстр? Смейвидное тело очень быстро передвигалось на воде. Морское чудовище Кракен. О нём веками ходили легенды, которые учёные поднимали насмерть. О гигантском осьминоге или кальмаре, который утягивает корабли под воду, моряки рассказывали с давних пор. Чудовищу приписывали невероятные размеры. Известно многочисленные свидетельства средневековых моряков и путешественников о якобы реальных встречах с этим фантастическим животным. Каждая присоска кальмара или осьминога удерживает 100 грамм. А этих присосок тысячи. Поэтому какой-нибудь несчастный моряк, который оказался вблизи вот такого существа, который всё ещё там живёт и пытается с кем-то, с чем-то бороться, и вот на него напал такой спрут и оплёл щупальцами. Ну, естественно, друзья бросились на помощь, отбили. Или он захлебнулся, ушёл на дно. Вот отсюда появились такие легенды. В 18 веке шведский биолог Карл Линей классифицировал Кракена в первом издании системы природы как одного из головоногих. Но во втором издании этого существа уже не было. То было время, когда в научном мире доминировало скептическое отношение к существованию Кракена. Впрочем, уже в середине 19 века учёные доказали, что кальмары бывают гигантских размеров. Вероятно, они послужили прообразом Кракена. Самый крупный экземпляр, известный сегодня, был в длину около 18 метров. Это размер шестиэтажного дома. Он запросто мог утопить небольшой парусный корабль. Они стали уже вроде достанием науки, что да, что не все кальмары маленькие. Есть кальмары большие, а есть и очень большие. Другое дело, что спор идёт о том, насколько большие бывают кальмары. Могут они вырастать до 30 метров, до 40. Могут они перевернуть шхуну, лёгкое судно. Хотя за последние сто лет не было ни одного случая атаки судна Кракеном, по мнению криптозоологов, такие прецеденты случались раньше. Но зачем головоногим нападать на корабли? Исследователи заметили внешнее сходство дна кораблей с телом кашалота, которые любили полакомиться кальмарами. Останки гигантских щупальцев часто находили в желудках китообразных. Была гипотеза, конечно, что они принимают снизу корабли за своих вот этих соперников, злейших кашалотов и, значит, щупальцами набрасываются на корабль, оплетают. Есть версии, что на глубине могут обитать кальмары с 10-ти этажный дом, до 30 метров в длину и более. Именно поэтому до сих пор Кракен все еще остается предметом исследований любителей неопознанного и приключений. Впрочем, у науки также есть шанс пополнить багаж новыми открытиями. Джейсон Олтон – вице-президент клуба криптозоологии канадской провинции Британская Колумбия. Более 10 лет он занимается поисками подводного монстра Катти. По рассказам, вблизи этого побережья Тихого океана водится странное чудовище – гигантский зубастый змей. За годы исследований Олтон собрал более 30 свидетельств о встречах с ним. Но вот недавно ему самому невероятно повезло. Во время прогулки по пляжу исследователь сам увидел это создание. Я смотрел вдаль, как вдруг заметил недалеко от берега крупную голову. Честно говоря, я даже ахнул от неожиданности. За головой, на длинной шее было отчетливо видно три горба. Это существо несколько раз погружалось и выныривало над поверхностью. Я не верил своим глазам. Казалось, Джейсон Олтон достаточно подготовился ко встрече с Кадди. Однако он был настолько поражен увиденным, что забыл про фотоаппарат. Будто завороженный, он наблюдал за необыкновенным существом и опомнился только, когда оно окончательно скрылось в глубине. По словам исследователя, существо, которое он видел своими глазами, очень похоже на описанное очевидцами. Змеевидное тело, темно-зеленого цвета, очень быстро передвигалось в воде. Все это и впрямь выглядело очень странно, потому что голова действительно напоминала лошадиную, как мне говорили многочисленные наблюдатели Кадди. Встреча длилась недолго, не более минуты. По словам Олтона, змей Кадди очень быстро передвигался в воде. Размеров он был внушительным. Как мне показалось, порядка 6-7 метров в длину. Но на самом деле бывают и больше. Мне рассказывали о 10- и 20-метровых существах. Так что я, вероятно, видел достаточно молодого Кадборозавра. По данным Джейсона Олтона, эти существа определенно являются хищниками. Так некоторые очевидцы ему рассказывали, что видели Кадди за охотой. В одном случае, океанский монстр ловил лосося, в другом гонялся за тюленями. Но чаще всего его наблюдали за поеданием птиц. Он одним махом заглатывал пару-тройку зазевавшихся уток и чая. Некоторые очевидцы описывали зубы, которые были видны в открытой пасте. Я думаю, что Кадди в основном ест рыбу. В водах, где он живет, водится лосось, мелкая рыба, креветки. Он может питаться и водорослями. Однажды его видели за поеданием утки. Это не частый случай. Что бы ни было на поверхности воды, птицу или мелкое млекопитающее, он легко может приподняться и схватить добычу. Криптозоолог Адам Макгир считает, что для людей это хищное существо не опасно. Человек, как пища для Кадди, совершенно не интересен. По крайней мере, у исследователя нет ни одного свидетельства о нападении на человека. Каптурозавр не нападает на людей. Есть одна история о человеке, который выстрелил в утку с берега. У него была весельная лодка, чтобы доплыть до утки и забрать ее. Она была в воде. Но прежде чем он добрался до нее, из-под воды всплыл Кадди и схватил утку. А потом исчез обратно. Адам Макгир занимается изучением Кадди уже 15 лет и собрал множество фактов, но сам пока его не видел. По данным Макгира, существо прозвали Кадди еще в 30-х годах прошлого века. Это сокращение от Кадборозавра. Так загадочного монстра окрестила местная газета, куда стали поступать сообщения от очевидцев, видевших его в заливе Кадбора у канадского побережья. Впрочем, это существо, знакомо коренным жителям этих земель, намного дольше. У местных коренных племен есть множество легенд об этом морском змее. Есть рисунки, петроглифы, насчитывающие тысячи лет, изображающие нечто, что сегодня некоторые считают Кадди. Есть несколько древних историй о здешнем монстре, морском волке. Это одно из его имен в окрестностях острова Ванкувер. Согласно местным легендам, в трех озерах острова тоже водятся эти существа. И все эти водоемы связаны с океаном. Считается, что связь с океаном может быть под водой или под землей, что-то вроде тоннеля. И это причина того, что древние народы, индейцы, увидели это существо тысячи лет назад и затем нарисовали, практически выскребли в скале существо, которое увидели, которое выглядит так же, как люди описывают Кадди. Бугры и голова похожи на лошадин. Откуда берутся эти зловещие создания? Считается, что древние подводные монстры вымерли десятки миллионов лет назад. Но все чаще совершаются находки, которые опровергают официальные теории. К примеру, в 20 веке были обнаружены челюсти акулы Мегалодона. Это гигантское чудище весило около 100 тонн. Его длина достигала 25 метров, а пасть была около двух. Вот как выглядит один только зуб Мегалодона. Один только зуб у него был 10 сантиметров. Нетрудно было посчитать все это, и с помощью компьютера выяснилось, что минимальная длина такой вот рыбки составляла 24-25 метров. А ширина пасти была около двух метров. То есть автомобиль Жигули спокойно туда как бы въезжал. То есть она его могла проглотить абсолютно элементарно. Впервые останки Мегалодона обнаружили в районе Марианской впады. Но настоящая сенсация была еще впереди. Но когда зуб обследовали, то поняли, что он сравнительно молодой. Ему всего, в кавычках, всего 10 тысяч лет. На самом деле это для эволюции это практически не время. Это тот период, когда на Земле вымирали мамонты. До тех пор океанологи считали, что последние Мегалодоны жили 2,5 миллиона лет назад. Неужели древние монстры сохранились и до наших дней? Возможно, что там, в немыслимой глубине, обитают неизвестные формы жизни. Все те виды животных, которые там были обнаружены, они все являются потомками тех самых древних животных, которые еще миллионы лет назад адаптировались к тому же среде. Смотрите далее. Как живут существа на очень большой глубине? Очень медленно. Вот таких вот быстрых движений нет. Кто видел канадского монстра и остался жив? Длинное рыло и голова, на которой есть маленькие рожки и грива. Прославленный российский океанолог, доктор технических наук, герой России Анатолий Соколевич, вспоминает одну из своих научных экспедиций. Эксперимент над глубоководными акулами. Ученые опускали на дно приманку, корзину с тунцом и ждали. Вскоре появились и крупные глубоководные хищники. За этим процессом было вдвойне интересно наблюдать, поскольку на глубине двух тысяч метров все процессы протекают очень медленно. Потом, значит, приходили акулы. Ну и там снаружи корзины был привязан кусок. К тому самому, вот одна, значит, заглотила его, вторая вцепилась ей в пасть. Вот они, значит, друг с другом вот так вот взаимодействовали довольно долго на наших глазах, но очень медленно. Вот таких вот быстрых движений нет. Ну, а это, в общем, связано с глубиной. Эти акулы вплотную подходили к глубоководным аппаратам, в которых находились ученые. В какой-то момент исследователи решились на еще один эксперимент. Они полностью погасили весь свет и приборы, хотя это и неправильно с точки зрения безопасности. По словам Анатолия Соголевича, это было незабываемо. Мы на 15 минут выключили все, даже все сигнальные лампочки, и сидели в полной темноте. И когда мы, значит, включили свет, мы увидели вот так вот иллюминатор, и там мы увидели пасть акулы. То есть она, значит, ну, она шла, естественно, на тепло. Ну вот, потому что, ну, тепло – это жизнь. И вот она, значит, пыталась... А потом мы, значит, обнаружили снаружи следы ее зубов. Так она там скребла на краске. А может быть, странные подводные существа, вовсе не дожившие до наших дней подводные динозавры, а мутанты, появившиеся сравнительно недавно? Ведь научно доказан факт, что мировой океан кишит загадочными вирусами. На сегодняшний день многие вирусы, которые находятся в мировом океане, они, ну, не то что не изучены, а с каждым днем все больше и больше пополняется их количество. Да, их там сотни тысяч наименований и видов, которые на сегодняшний день, ну, практически, ну, если на 10-15% изучены. Эти вирусы могут встраиваться в ДНК живого вида и менять его. И никто не знает, что произошло с морскими обитателями благодаря этим вирусам за тысячи или даже миллионы лет. Животные, ну, практически все, как сказать, обитатели морских глубин являются носители в той или иной мере этой, ну, будем быть, мы ее называем вирусной инфекцией, да, то есть наличие вируса. Однако канадский монстр, скорее всего, доисторический, но не глубоководный обитатель. По мнению Адама Магера, змей Кадия, сегодня может жить около 30 лет. Свои выводы он сделал на основе показаний очевидца. Они рассказывают о том, что видели не только больших, но и маленьких катборозавров. Иногда этих существ видят плывущими вместе. Чтобы выжить, им необходимо спариваться с другими представителями того же вида. Должна быть небольшая популяция, быть может, порядка 100 или 200, для того, чтобы они могли выживать и еще при этом попадаться на глаза людям. Обычно очевидцы описывают монстра Кадди одинаково. Но бывает, что отдельные детали разнятся. Так некоторые свидетели говорили о рожках на голове существа. Цвет Кадди обычно описывают как темный. Или черный, или серый, или иногда темно-зеленый, как оливковый зеленый. Почти как лягушачья кожа или кожа амфибии. А голову обычно сравнивают с лошадиной или верблюжьей. Длинное рыло и голова, на которой есть маленькие рожки и грива. Сначала Адам Магир думал, что рожки – это выдумки. Однако постепенно таких свидетельств становилось все больше. Тогда исследователи осенило. Возможно, змеев несколько и не все рогатые. Белорусский криптозоолог Михаил Голденков считает, что как раз по наличию рожек можно отличить мужские и женские особи Кадбаразавра. Очень многие описывают такие рожки, как жирафи. Но я считаю, это какое-то половое отличие, то есть самцов от самок. Потому что для рептилий это свойственно. Помимо рассказов очевидцев, большинство из которых вызывают доверие, есть только одно свидетельство существования Кадбаразавра. Серия фотографий уникального создания была сделана в 1937 году на китобойной станции острова Королевы Шарлотты. Фотография известна под названием «Останки Нейден-Харбор». В те времена, в 30-х годах прошлого века, был очень развит китобойный промысел. Однажды был пойман кошелот. И это очень большой кит, известный тем, что есть практически всё. Рыбу, кальмаров. Итак, поймали этого кита, и когда вспороли ему брюхо, вот это странное существо вывалилось из кита. Некоторые считают, что это и есть Кадди, Кадбаразавр. На фото отчётливо виден очень широкий хвост, длинный позвоночник, который может образовывать бугры, плавник и длинная голова, которую часто сравнивают с лошадиной или верблюжей. На конце хвоста у него, судя по всему, ласты и небольшие передние плавники у основания шеи. Я брал интервью у кузнеца, который был там, и он смотрел на это и касался этого. Это невероятная фотография, чёткая фотография. Он сказал, что животное было покрыто белёсой плёнкой, поскольку оно находилось в первом желудке кошелота. Но это было самой странной вещью, которую он когда-либо видел. Это не было двумя животными. У него была странная голова и длинное тело. На сегодняшний день эти фотографии пока единственное доказательство существования, по крайней мере, одного загадочного создания в прибрежных водах Канады. По данным Адама Магира, этот снимок моряки решили сделать только по одной причине. Они не поняли, что это за существо. Для моряков они видят такое каждый день. Акул, китов, они работают с ними. Увидев это чудовище, они не знали, что это. Некоторые учёные считают, что это останки молодого кита или акулы. Но до сих пор никто не может точно сказать, что это. Многие верят, это и есть кодборозавр. Длиной порядка 10 футов. Это не самый крупный, может быть, это молодая особь. Как удалось выяснить криптозоологу, останки этого загадочного животного были отправлены на исследование канадскому учёному в город Виктория. Там они и пропали. Вероятнее всего, от этого существа избавились. Сегодня у учёных, к сожалению, при наличии новых возможностей нет предмета для генетических исследований останков монстра. Это животное должно было оказаться в музее Виктория. Но потом мы узнали, что оно оказалось в банке с формалином в Белвью. Его показывали людям, предлагали прийти и посмотреть на молодого морского змея. Оно было там порядка недели, а потом его повезли куда-то ещё. Но доехали только кусочки его. Само существо на самом деле исчезло. Мы всегда думали, что кто-то забрал эту голову. Может быть, сейчас у кого-то есть этот череп. Мы хотим найти этот череп. Это многое прояснило бы. Мы хотим найти этот череп. Смотрите далее. Океан, лаборатория форм жизни. Там чего только не может быть у нас. Под ногами буквально в этом гидрокосмосе. Сенсационная археологическая находка в Чёрном море. Для античного города это огромные размеры. Рассказы очевидцев и, самое главное, фотографии позволяют допустить, что в северо-западных районах Тихого океана обитает один или несколько видов очень странного животного. Это не исключает возможности наличия подобных существ и в других водоёмах планеты. Между прочим, подобные легенды существуют по всему миру. Они существуют и в Африке. Они существуют у нас в Сибири. Вот, в особенности на каких-то озёрах, которые образовались, вышли из-под земли, вот из этих карстовых пустон. И облик чаще всего сходен. Это голова на очень длинной шее. Самое знаменитое из подводных змеобразных лохнесское чудовище. Похожее, длинношее существо, вероятно, водится в якутском озере Лабанкэр. Так, как и в случае с Кади, очевидцы утверждают, что оно ловит ртом низколетящих птиц. В Японии имеется своё чудовище, Исея, обитающее в озере Икеда. В Новой Гвинеи, на острове Новая Британия, живёт монстр Мегауа. Существуют сотни свидетельств очевидцев со всех, так сказать, континентов земного шара, которые встречались с существами рептилоидного, ящеровидного типа, очень похожими на исчезнущих динозавров. И что самое интересное, порядка только 25% этих свидетельств относятся к встречам с сухопутными динозаврами. Соответственно, все остальные 75-80% это встречи именно с морскими, озёрными или речными монстрами. И таких свидетельств огромное количество. Карадагское чудовище снова вышло на поверхность. Такими сообщениями на полном серьёзе опять обмениваются курортники, отдохнувшие в Крыму. Мифический змей, существование которого наука отрицает, уже более тысячи лет смущает покой и сон рыбаков и туристов у побережья Чёрного моря. О нём известно. Визиты наносит внезапно, способен нечаянно потопить яхту, на ужин предпочитает дельфинов, любит пугать нудистов. За долгую биографию змей стал излюбленным героем ночных страшилок у прибрежного костра. О нём писал сам Геродот. Его же изображали на гербах разные крымские ханы, например, Бахчисарайские. Выглядит монстр, как огромный чёрный дракон. Длина его в районе 30 метров, диаметр туловища метр, голова змеиная, глазки небольшие, посредине головы начинается, у неё идёт грива такая. Грива в виде спутанных волос, в виде водорослей обычно описывают. Конец хвоста оканчивается, как трезубец такой острый. Океанолог-гидронавт Анатолий Таврический много лет гоняется за кородакским змеем. Видел его сам. Собрал сотни рассказов очевидцев. Учёный заметил, если раньше нужно было месяцами сидеть в засаде, то в последнее время змей сам вылезает пообщаться. Наши гидронавты-исследователи на подводной лаборатории БЕНТОС увидели его под водой. И он попрёк корпусу нашей лаборатории, поплыл, и видим, был из всех иллюминаторов одновременно. Уже слишком много случилось встреч с легендарным чудовищем, чтобы не принимать его всерьёз. Московский художник Владимир Терновский не просто видел змея, он буквально прокатился на нём. В тот день Владимир занимался видсёрфингом в Коктебеле. И где-то далеко, может быть, 2-3 километра от берега, на большой скорости, неожиданно, так сказать, меня кто-то подкинул, ну, корму. Сёрфинга что-то подкинуло. В результате я зарылся носом. Владимир упал в воду, но, к собственному удивлению, почувствовал под ногами что-то твёрдое. Он точно знал, в этом месте нет ни скал, ни подводных камней. И то, на чём он стоял, двигалось словно живое. Это что-то было очень огромное, так сказать, поскольку ногами, как бы я так, ну, прощупал, в общем-то, поверхность была большая, на которой я стоял. Существо на ощупь напоминало гигантскую змею. С трудом поборов страх, сёрфер собрал плавающее вокруг него снаряжение и рванул к берегу. Чудовище не стало его преследовать. Змея часто видят с берега. Его появление сложно с чем-то спутать. Как только он поднимается на поверхность, раздаётся странный, резкий, невыносимый для человеческих ушей звук. Он напоминал, как будто испорченный микрофон, очень громко тебе кто-то подставил к самому уху и громко крикнул. И вдруг вот в этот момент как раз на фоне гор появляется нечто, такое чёрное и блестящее, достаточно большого размера, сразу это понятно, что это явно не дельфин. Треугольная форма, такими сглаженными краями, очень блестящая, очень чёрная. А недавно у кородакского змея, похоже, появилась подруга. Служители одного из монастырей как-то видели сразу пару гигантских чудовищ. Змеи окружили стаю дельфинов и устроили кровавое пиршество. Один змей заходит со стороны моря, а второй раз со стороны берега, в середине стая дельфинов. И вот два змеи начали окружать стаю дельфинов. И вот в какой-то момент они включили свои рецепторы ужасы и дельфины начали выпрыгивать из воды. И вот дельфины, он увидел, отец Серафим, прямо как в лёд хватали в воздухе дельфинов. Раз есть пара, видимо, есть и потомство. Похоже, знаменитый змей не коротает ни в одиночестве и вряд ли живёт тысячу лет. Змейной семье стало тесно в одной бухте. Теперь страшных тварей встречают в море не только у горы Кородак, где впервые появилось неведомое существо. Николай Борин возле посёлка Рыбачье, однажды, сам того не желая, даже посмотрел чудовищу в глаза. Мужчина был вместе с другом на рыбалке, когда увидел в море огромный чёрный чемодан. Рыбаки польстились было на бесхозный груз, но он не дрейфовал в море, а нёсся на них с невероятной скоростью. Вот такой глаз, как консервная банка, на меня как глянет, а меня как пригвоздил такой страх. И потом я уже не помню. Славка потом, я полчаса орал, говорит, волосы дыбом, а он на меня смотрит, думал, с ума я сошёл. Вот. Я отошёл через полчаса. Вот это когда я встретился. Учитывая сходство между различными водными чудовищами, как морскими, так и озёрными, было высказано предположение об их возможных предках. Все они жили в эпоху динозавров. Первым таким кандидатом является плезиозавр. Это было питавшееся рыбой зубастая и длинношея существо, вымершее 64 миллиона лет назад. Ещё одним возможным кандидатом на роль змеевидного существа, плавающего с помощью вертикальных волнообразных движений, может быть, зевглодон. Правда, по сведениям палеонтологов, он вымер 25 миллионов лет назад. Но могли ли отдельные популяции сохраниться до наших дней? Что касается возможности выживания древних рептилий, ну, с одной стороны, мы имеем такой пример, как кистепёра рыба целлокант, которая тоже считалась вымершей сотней миллионов лет назад. Однако в начале 20 века был выловлен первый живой экземпляр, и потом в течение 20 века было обнаружено ещё порядка 20 экземпляров целлоканта. То есть вот эта вот древняя кистепёра рыба в глубинах океана смогла дожить до нашего времени. Криптозоолог Михаил Голденков считает, что рептилии могут выживать почти в любых условиях. И ничто не мешает им с эпохи Мезозоя дожить до наших дней. В те времена, когда примещались материки, смещалась земная кора, и, видимо, в этих расщелинах, видимо, сохранились те же, соответственно, древние животные, которые приспособились, нашли необходимую для себя питательную базу, возможно, чем-то питаются. Когда её нет, они, видимо, впадают в анабиоз. Это факт, что действительно рептилии могут долго не дышать, долго не есть, впадать в длинную спячку. Это и на лягушках видно, хотя лягушки не рептилии, но в науке они одно время этих земноводных вписывали тоже в класс рептилий. То есть они тоже считались рептилиями, лягушки. До середины 20 века учёные не предпринимали попыток систематизировать сообщения о неизвестных животных и рыбах. Впервые это сделал французский зоолог Бернар Эвельманс. В 1955 году вышла его книга «По следам неведомых животных». Она произвела сенсацию и привела к созданию Международного общества криптозоологии в 80-х годах прошлого века. И сегодня криптозоология занимается научными исследованиями в области таинственных животных, о которых известно только по наслывке, а не по достоверным свидетельствам. Криптозоологи ищут эти доказательства. Земля существует столько времени, она существует миллионы лет. Там чего только не может быть у нас вот под ногами буквально в этом гидрокосмосе. Вплоть до того, что там может вообще существовать какая-то цивилизация параллельная нашей. Вы видите уникальные кадры с подводных раскопок в Черном море. Вблизи Николаева обнаружены целые затонувшие города. Как и когда они погибли и что за цивилизация проживала здесь раньше? В составе научной экспедиции раскопки вел дайвер, член военно-патриотического клуба «Андреевский флаг» Евгений Водоладов. Сегодня он готов приоткрыть нам тайны подводных городов. Ученым удалось установить, что вот эти руины, часть которых сохранилась на суше, город Ольвия. Он считался одной из крупнейших древнегреческих колоний Северного Причерноморья и процветал более тысячи лет. В период расцвета Ольвия насчитывала около 20 тысяч жителей и занимала территорию около 55 гектаров. Погибла Ольвия примерно в VI веке нашей эры. Для античного города это огромные размеры. И одна треть этого города покрыта водами Днепробузского лимана. А так как город Ольвию грабили веками, поэтому та часть города, которая находится в лимане, практически нетронута. Но если по наземным раскопам мы видим остатки фундаментов стен, то под водой эти фундаменты заполнены культурным слоем. Это та же керамика, амфоры, пифосы, различные предметы быта и культа эллинов. В этом плане, то есть основная радость в подводной археологии – отсутствие разграбленности объектов, чем не может похвастаться археология наземная. Как гласят древние тексты в ряде библиотек, Ольвию основали в VI веке до н.э. греческие переселенцы из Малой Азии, из города Милета. Им понравилось место на высоком берегу Букского лимана, недалеко от впадения в Днепровский лиман. Это не сам берег Черного моря. До моря отсюда около 40 километров. В то время Северное Причерноморье относилось к владениям скифа. Воевать с ними было бесполезно, и греки решили договориться. По преданию, они высадились на берег и преподнесли хозяевам лучшее вино. Скифам вино понравилось, и они позволили грекам здесь поселиться. Сегодня это окрестности села Порутино в Николаевской области, Украина. Греки строили дома по классической схеме. Все помещения располагались по двум, трем или четырем сторонам внутреннего прямоугольного двора. Сустав у них разный был. В основном песок с глиной такой использовали. Для таких именно сооружений. Более культовые сооружения, они там уже и растворы на рыбьем соусе там как-то делали. Технологии до сих пор и не поняты некоторые. Альвийский город-государство был классическим греческим полюсом. Прав гражданства не имели женщины, иностранцы и рабы. Альвийцы активно торговали. Главными статьями импорта были вино, ткани, украшения, предметы искусства, оливковое масло, парадная посуда. Ну, были находки амфор. Были находки посуды черного лака. Кстати, секрет черно-лаковой посуды практически не разгадан. При наших химических технологиях состав черного лака фактически не разгадан. А его качественно можно судить то, что пролежав более двух тысяч лет, он абсолютно не теряет своих свойств ни цвета, ни рисунка, орнамента и тоналия. Жители Ольвии поклонялись своим богам. Археологи нашли храмы Аполлона, Зевса, Афины и Гермеса. Для возведения святилища греки использовали привозные строительные материалы. Походим на мрамор. Греки часто для своих храмов жертвенников привозили камни из митрополии. Со Средиземного моря, с территории Турции и так далее. То есть то, на что им не хватало местных материалов, это в основном для культовых зданий. Различные храмы или схлепы для богатых людей, часто используя привозной материал. В середине первого века до нашей эры Ольвия была разгромлена войсками гетто Дакара. Это балканское племя русоволосых и голубоглазых людей, предположительно родственных прославянам. После чего античный полис уже никогда не смог вернуться к былому могуществу. По оценкам археологов, в настоящее время раскопаны не более 1,8 территории. И практически вся Ольвия еще лежит под землей, под водой и ждет своего часа. Но почему этот город оказался на дне? И что еще скрывают волны Черного моря? Смотрите далее. Каковы были очертания Черного моря до потопа? Не было никакого Черного моря. Это было просто небольшое озеро. Что скажет наука об Атлантиде? Боги в древних мифах – это как раз представители этой высокоразвитой цивилизации. Сегодня в свободном доступе находятся фотографии этого региона с орбиты. На дне явно видна масса искусственных сооружений. Дороги, очертания стен, домов, целые кварталы. Неужели Черное море скрывало в своих водах руины древних цивилизаций? Как бы вот эта дорога, когда она крупнее, это корпуса, 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 и между ними как бы дорога. То есть все дно Черного моря, очевидно, покрыто техногенными сооружениями. Не игра природы, не какой-то скол, не какая-то скала, да? Очевидно, техногенные сооружения. Геологи Уильям Райн и Олтер Питтман из Колумбийского университета США разработали теорию черноморского потопа. Исследования дна Черного моря позволили им сделать удивительное открытие. Оказалось, примерно 7,5 тысяч лет назад Черное море было абсолютно пресным внутренним озером. Это показал анализ водных растений и осадочных пород. Но затем туда внезапно хлынула соленая морская вода. Уровень поднялся сразу на 150 метров. По версии ученых, морская вода прорвалась из Средиземного моря, уровень которого тоже повысился на 120 метров. Предположительно, это произошло вследствие страшного землетрясения. Вот как выглядит карта реконструкции этих мест до потопа. Под воду ушли довольно обширные территории. Не было никакого Черного моря. Это было просто небольшое озеро. Еще раз говорю, гляньте на карты. Вы увидите огромное количество гигантских дорог, прямых дорог. И вот это прямое доказательство того, что эти территории были техногенно используемы. Они были заселены. Они когда-то были на поверхности. Там удивительные системы делений. Как будто бы какие-то техногенные устройства разбросаны по гигантским территориям. Масштабы катастрофы были поистине всемирными. 150 тысяч квадратных километров суши вместе с людьми и животными в одночасье ушли под воду. Города где находились? Они, как правило, находились у воды. Значит, под слоем, ну, может быть, там 20 метров, 50 метров, а тем более 100 метров, можно обнаружить огромные поселения, огромную мегалитическую культуру. Это сложно сделать, потому что ниже там сероводород. Это совсем непросто. Но что за народ мог жить на этой территории более 7,5 тысяч лет назад? Согласно официальной истории, никаких культурных цивилизаций в этом районе и вообще в мире не было. Однако ученые уже готовы пересмотреть эту точку зрения. Профессор Венского университета Кристина Белех изучает античные манускрипты и артефакты, которые остались от высокоразвитой цивилизации. Эта раса погибла именно в результате Великого потопа. Произошли семь толчков в морских глубинах, потрясших всю Землю. Возникли цунами, землетрясения, извержения вулканов. Пепел заволок все небо и солнечные лучи не могли пробиться сквозь него. Такое описание мы можем найти в мифах почти всех народов. Это те события, которые произошли около 8 тысяч лет до Рождества Христова, в то время, когда могла существовать великая культура. Из-за этим последовало полнейшее разрушение этой цивилизации. Но это не означает, что все было потеряно. Остались ведь карты, остались и знания. По мнению госпожи Белеха, некоторые представители исчезнувшей цивилизации выжили. Они описаны в древнегреческих и других мифах. Особенно близким к истине рассказам профессор считает античную поэму Одиссея. Боги в древних мифах – это как раз представители этой высокоразвитой цивилизации. Потому что, например, Церцея, богиня, волшебница, она дает Одиссею очень точные рекомендации, как именно нужно плыть, каким путем, откуда она могла это знать. Чтобы дать такие четкие рекомендации, нужно очень точно знать маршрут. Но на чем основаны выводы профессора? Кристина Пелин исследовала средневековые карты морей, где изображены земли, которых сегодня на карте мира нет. Эти карты чрезвычайно точны и, скорее всего, скопированы с более древних источников. Прежде всего, карты турецкого адмирала Перерейса, датируемая 1513 годом. Существует множество частей этой карты, которые были собраны, и на них указаны широты, на которых находился Атлантический океан. В 1500-е годы это было совершенно невозможно определить, потому как для этого необходим точный талон времени – хронометр. А хронометр был изобретен только в 1750-м. Эта карта еще интересна тем, что она отражает географические факты, в то время еще совершенно неизвестные. И еще поразительно, что на ней изображена часть Антарктиды – земля королевы Мод. Это может означать, что данная карта базировалась на более древних, которые датируются десятками тысячелетий до Рождества Христова. Это могли сделать только высокоразвитые цивилизации. Еще одно убедительное доказательство в пользу высокоразвитой цивилизации – карта Хаджи Ахмеда, изготовленная в 1595-м году. Там изображена часть суши, соединяющая Азию и Северную Америку, где сегодня находится Берингов пролив. Но по данным геологов, в 16-м веке ее уже не было. Она исчезла 10 тысяч лет назад, по окончании летникового периода, и образовался Берингов пролив. Эти карты доказывают, что существовала высокоразвитая культура задолго до нашей цивилизации. Иначе просто нечто подобное невозможно было бы создать. И эти древние знания мы получили спустя тысячелетия. Но вполне возможно, что это была не единственная культура до нас. Так, вблизи острова Янагуни в Японии были найдены подводные руины, которые являются также частью древней культуры. Эту находку сделали глубоководные археологи, потому как руины труднодоступны. На бокам их также найдена дорога Бимини. Конечно же, это все погибшие цивилизации. И если они могли мастить улицы такими огромными камнями, то это была, без сомнения, высокоразвитая культура. Очевидно, то же самое было и в Америке, и в Японии. По всему миру они существовали, но мы об этом мало что знаем. Практически ничего. Совсем недавно археологи сделали в Черном море еще одно сенсационное открытие. Город, который носил имя Акра. Это тоже античный город, считается 4 век до нашей эры. Но опять же, по его веку еще точно не определились. Он может быть и старше. Но на базе тех, на находах, которые найдены за две экспедиции, можно речь вести о 4 веке до нашей эры минимум. Много лет ее, как трою, считали легендарной. Начиная с 17 века, Акра несколько раз меняла прописку. Каждый раз ее ошибочно открывали не в том месте. Настоящая сенсация случилась в начале 80-х годов 20 века, когда после зимних штормов керченский школьник стал находить древние монеты на берегу песчаной Отмели, отделяющей соленое Янышское озеро от Керченского пролива. Один школьник из Керчи, часто любивший купаться в том месте, охотиться, стрелять рыбу, собрал за несколько лет более 180 монет античных. И когда он отнес их в Хриеведческий музей, научные работники заинтересовались, и только из-за любознательного школьника вышли на этот античный город. Первые жироскопки обнаружили мощные культурные слои античной эпохи. Акра, наконец, была найдена, и она процветала здесь минимум 2000 лет назад. Древний город находится на глубине 4,5 метров. Его площадь составляет не менее 4 гектара. В ходе подводной разведки были обнаружены оборонительные стены, две башни и колодец. В нем нашли амфоры Гераклея-Пантийской, фрагменты посуды, обломок свинцового якорного штока, деревянные детали, обработанные на токарном станке. Смотрите далее. Что скрывают волны Черного моря? Это даже не город, а просто портовая часть какого-то другого города. Где еще искать руины пропавшей цивилизации? Атланты заплатили дважды. Один раз 850 тысяч лет назад, второй раз 13 тысяч лет назад. Подводные раскопки в Черном море продолжились в 90-х годах. А затем на 15 лет работы были приостановлены. Только в 2011 году археологи вновь обратили внимание на Акро. Впервые здесь были проведены настоящие подводные раскопки с профессиональным глубоководным оборудованием. За два года исследований был раскопан участок оборонительной стены и городской застройки 4 века до нашей эры. Высота ее порядка двух метров. То есть вы можете представить, что для античных городов, тем более находящихся в затопленном состоянии, это довольно редкий случай. Поэтому Акро в этом плане считается уникальным городом, потому что тут действительно более двух метров, стены практически целы. Сенсацией стало открытие дома первой половины 4 века до нашей эры. Пока изучено только одно его помещение площадью 25 квадратных метров. На полу была обнаружена разбитая гераклейская амфора. Опять же, основные атрибуты древнего греческого города – это керамика различная, различных городов греческих эпох. Находили несколько монет, наконечники от стрел, А, еще очень интересно, в этом году ребята нашли в одной из башен деревянный гребешок женский с абсолютно целыми зубьями. То есть дерево, пролежавшее такое огромное количество лет, сохранилось практически полностью. Такая сохранность архитектурных сооружений под водой является уникальной. Ни в Ольве, ни в других областях подводных изысканий такого не наблюдается. Обычно все культурные слои размыты, кладки уничтожены, но не в акре. После того, как размывка происходит, археолог опускается под воду на объект и перерисовывает вот этот рисунок на планшете. То есть на пластиком планшете карандашом рисуется то же самое, что мы видим под водой вживую, чтобы потом состыковать все квадраты эти и получить общую картину этого города. Археологам удалось зарисовать основные элементы застройки. Оборонительные стены, каменные вымостки, дома. Оказалось, у акры был свой порт, хотя площадь в 4 гектара считается небольшой для города. И глядя на мощную оборонительную стену длиной 170 метров, специалисты задались вопросами. Зачем маленькому поселению такие мощные укрепления? Вполне может быть город быть больше, а может быть это даже не город, а просто портовая часть какого-то другого города, понимаете? Именно какая-то гавань какого-то другого города, который вполне мог рядом находиться. С началом новой эры шло постепенное затопление города. Эксперты связывают это с повышением общего уровня мирового океана и также с процессом опускания суши. Со времени античности до сегодняшнего дня уровень моря здесь повысился на 4 метра. Если Атлантида ушла в воду внезапно, то акра уходила, так же как и Ольвия, в большом отрезке времени. Говорят, от 50 до 150 лет происходил этот процесс. То есть не резко. То есть люди вполне могли оставлять свои жилища и искать более другие места. После всемирного потопа, уничтожившего Атлантиду, земля превратилась в водную пустыню. Но сохранился довольно большой участок суши. Его называли остров Платона. Он находился как раз там, где сейчас располагается Бермудский треугольник. Предположим, что это так. Но что тогда стало с Атлантами после того, как они пережили первый потоп? По версии профессора Молдашева, катастроф было несколько. Жители Атлантиды воссоздавали свою цивилизацию. Однако после второго потопа достичь былого могущества и расцвета уже не смогли. Атланты заплатили дважды. Один раз 850 тысяч лет назад. Второй раз 13 тысяч лет назад. И 13 тысяч лет назад это было последнее. И вот Атлантов не стало, а люди, то есть мы, одичали. Появились, как я думаю, неандартальцы, там еще кто-то, еще кто-то и там подобное. И вот мы одичали. И постепенно, постепенно, за 13 тысяч лет назад обрели современный облик. Получим ли мы когда-нибудь доказательства и объяснения всем чудесам океана? Сегодня он изучен намного хуже, чем космос. Океан занимает 4,5 поверхности суши. То есть это больше, чем суша гораздо. И нашу планету, в общем-то, надо было назвать океан, а не земля. И что там под водой? Ну, изученных мест очень мало. И столько всего, я думаю, еще интересного. Если бы человек просто мог взять и посмотреть, просто пойти там по дну океанов, мы бы увидели, наверное, гораздо больше, чем видели до сих пор. Если бы в океане жили разумные обитатели, именно мы для них, а не наоборот, были бы редкой и диковинной формой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok